МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знову порушенни. Мобильная группа Гарвы-Канкама проверила гомельский мясокомбинат. Покупники перестанут платить за лед у рыбе, с 1 вересня уступая усилу отповедный техрегламент Евразийского экономичного союза. Узоры, яким тысячи годов, у библиотеки Мягерцена навучат читать символы неглубских рушников. А зараз об этом и иншим больше подробязна. На Гомельщине необходимо скоротить количество котельников, что работает неэффективно, и усвоить работу по замене лифтов, эксплуатация которых ожитивляется больше за 30 годов. Об этом шла размова сенья, подчас 25-й сессии Гомельского областного совета депутатов. На парадку дня – реализация державной программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное осеродье». Программа «Комфортное жилье» и «Сприяльное осеродье» почала денюшать в 2016-м и различина до 2020-го года. Ее главная задача – удосконаление системы работы жильево-коммунальной господарки. На территории региона реализация державной программы проходит достатково-поспехово. У приватности доля мясовых видов палеоэнергетичных ресурсов больше за 40%, при задании – у 39%. Выконанный показчик по замене тепловых сеток. Меж тым не все так однозначно. Сирот головных проблем – скорочение колькости неэффективно опрацующих котельнях. На сегодняшний день в Гомельской области порядка 2,5 сотен котельных, которые себестоимость одной гекалории превышает среднереспубликанскую. Вот на это в Гомельской области необходимо обратить внимание, чтобы эти котельные или модернизировать, или разработать схему теплоснабжения и оптимизировать какие-то котельные, где-то укрупнить. Одним вопросом надо более плотно заниматься в Гомельской области. Зараз у региона наличивается больше за 1300 подъемных машин, эксплуатация яких ведется больше, как 30 годов. За бюджетные сродки что год проводится замена альбомодернизация каля 50 лифтов. Пешие 200 сёлита плановалось заменить за кошт инших крыльниц финансования. Однако сродки покой не знойдены. Устаревание лифтового хозяйства происходит более быстрыми темпами, нежели мы успеваем их заменять. Но будем надеяться, что ситуация экономическая в стране всё-таки будет улучшаться, и возможности направления средств на замену лифтов будет больше, и, соответственно, ежегодно мы будем производить большее количество замен. Поколь же состоится подтримливать у рабочим и беспечным стане и снуютшие лифты. Сирот становших моментов выконания державной программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное сиротде», снижение колькости стратных предприемств и запозыченности по оплате насельницам коммунальных послуг. Выконаны так само покажек по ремонте жильевого фонду. После проведения работы сёлита уведены у эксплуатацию каля 145 тысяч квадратных метров жилья. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко завтра проведет прием грамадян у Рогачеве. Ее надбудется с 10 до 13 годин у районным выконавчим комитете. Записаться на прием можно по номеру телефона у Рогачеве 4 12 10. Мобильная группа Гомельского гарвы «Канкама» протягивает мониторинг предприемства у города. Сёння она наведала мясокомбинат. Подставой для проверки миновита этого предприемства стал несчастный выпадок, який отбылся тут некольки тыдни у тому. Подребязности в наступном сюжете. Гомельский мясокомбинат предприемства ведомая далека за межами нашей в области. Сёння его продукция поставляется не только по всей Беларуси, а и в Россию. Некольки годов тому были навыц спробы наладить вытворшись мяса по специальных технологиях для Израиля. Але гэтые планы не реализовались. Бадайгалуны адрознення от інших субъектов господарения – закрытысть вытворшасці. Трапись у цех для человека з в улицы немагчыма навыц теоретично. Санитарные потребования вельми жорсткі. Для членов городской мобильной группы выключэння так сама нема. Никто просто так не попадет с улицы. Там только люди, которые работают, которые провешли медицинскую комиссию. Признаны здоровые, что дома заболеваний никаких-то нету, кишечник инфекционных. У сувязя с дзеючыми обмежаваннями основная увага городской мобильной группы – подсобным вытворшасцем. На ремонтно-механічном участку подчас мониторингу працюе некальки станков. Коли за уваг до технічного стану практично нема, то по техніці безпеки их целый спис. Прышым некоторые выказывалися яше год тому, але до этого часу ничего не сделано. Штрафовать на этот раз никого не стали, але рекомендации выказали и обещали обовязково проверить их выполнение. Урешті размова об здоровье людей. Молотки, кувалды с ручками металлическими, напильники без ручек – все это лежит, все пользуются, никто это не осматривает. Дальше у вас листогибельчий станок, там, я думаю, превышение по шуму, потому что, когда вам запускаются такие хлопки серьезные, но работники работают, у них нету никаких ни берушей, ни наушников, то есть со временем может наступить провозаболевание. Выканание правилов техники безпеки для гомельского мясокомбината тем больше актуально, что у жнив не тут отбылся нешасный выпадок. Работник отримал тяжкую травму. Усе практически, как у ведомой комедии. Ишел, упал, очувся гипс. Але только у житси это совсем не смешно. Больше серьезно рекомендован однестися и до выканания правилов супрась пожарной безпеки. Шмат кто с работников навык не ведая, как корыстаться вогнетушителем. Сегодня на предприемстве разом с офицейной службой по ахове працы денежусь еще и больше, как 40 громадских инспекторов. У ближайший час з ними проведут в учебу и выкарастуюсь гэтый потенциал для наведения аппаратку. К сожалению, есть случаи, которые ранее были озвучены, и руководителям среднего звена они не исполнены. Поэтому будут выданы соответствующие рекомендации, и все-таки вопросы эти будут закрыты. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». С 1 вересня уступаю силу техрегламент Евразийского экономического союза об безпеце рыбы и рыбной продукции. В документе шмат важных моментов. Например, какие речевые добавки, забороненные у рыбе, как она должна заховаться и перевозиться, каким чином может быть выловлена. А еще кольки может утримливать лед, потому что у нас она частей за все продается в замороженном выгляде. Сейчас масса рыбы будет указываться на упаковке, особенно от массы глазуры, для которой установлены конкретные допущенные личбы. Так, по новым техрегламентам, у замороженной рыбы лед должен займать не больше 5% массы, у продукции с очищенных рака подобных 7%, с неочищенных 14%. Правда, в полную силу документ почти действует не так худко. Чтобы вытворцы успели адаптироваться до новых правил, а для них увяли пероходный период. Документы, которые рыбоперопроцовучие предприемства поспеют оформить до уступления усилы техрегламенту, будут соправдны до даты их закончения. Али не позднее, за 1 вересня 2019 года. Продукция, выпущенная по старых сертификатах, сможет продаваться до закончения термину придатности. Как ты пишешь литтеры, так я узоры. Выстава под такой загадковой назвой открылась у Центральной городской библиотецы имя Герцена. На ней разместились экспонаты с фонда Уветковского музея старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова. Гэта тканые рушники, фотосдымки и ритуальные речи, связанные с абрадовыми святами, такими, як каляды, гуканни весны, пахаванни стралы. Рушники выключны неглюбской традиции ткацтва. Наведвальники могут их не только разглядеть, а лей доведаться про сакральные символы. Неглюбская традиция заховала больше, як сотню старожитных узоров, не которым з яких больше, як 4000 годов. Композиции орнаменту высабляют саправдный архаичный синтаксис. Крыжи и ромбы, напрыклад, формулы неба и земли, огню и воды, айца и мати. Их злучэнне символизовала шлюб, сяубу, кожный добрый пачатак, дзе зачиналася нештановая и светлая. Знакомитые неглюбские рушники и сёння створаются зуликам усих сакральных символов, як кажуть по старых канонах. У Центральной городской библиотецы Мягерцена наведвальники могут больше доведаться про их со специальных информационных крыниц, а у самих неполторных узорах неглюбских рушников прочитать прохожості, гармонію нашей родной природы и отшуть талент и великий вопыт белорусских майстрых. Это 15 рушников с фондов Ветковского музея. Они все уникальны, хотя бы потому, что это ручная работа. И даже если мастер захочет повторить точь-в-точь, он не сможет повторить. Это всё-таки человеческий фактор, это вдохновение, это фантазия мастера. Каждый он несёт частицу того человека, который это делал. И те люди, которые будут приходить на выставку, они найдут именно тот рушник, которым близок в этот момент или по характеру. Это надо почувствовать. Гэты, а так сама іншая новинка, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomil.by Далей у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Продолжение следует...